АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Задолго до описываемого в моем времени в 80-е годы XIX века из Москвы в Питербург приехал молодой композитор Сергей Даней Сережа Сергей Иванович Он приехал для того, чтобы показать свою новую симфонию петербургским музыкантам, прежде всего, римскому Корсаку, Малакиреву, представителям «Могучей кучки», как мы теперь их называем. Это был цвет российской музыки, и мнение их о каждом новом сочинении композитора являлось очень важным. Римский Корсак пригласил к себе на квартиру всех своих коллег. Это был цвет, как уникальная музыка Петербурга. И в числе их юного Саши Глазунова, которого, правда, поместил отдельно от собравшихся в небольшой соседней комнате. Сергей Иванович был приглашен в фантазию, сыграл свою симфонию. Все были в восторге, говорили поздравления и приличные случаи комплименты. А Римский Корсаков, будучи человеком веселым и остроованным, сказал, вы знаете, Сережка, я вас хочу познакомить, у нас есть еще один молодой композитор, который тоже собирается сыграть свою симфонию. И пригласил с этими словами в комнату Саши Глазунова. Тот поздоровался, сел краями и от ноты до ноты сыграл только что сыгранную музыку, которую он слышал через дверь. Это свидетельство невероятного таланта, памяти, гения музыкального. Можно только удивляться, что рождаются на русской земле такие таланты. И вот таким человеком был Глазунов. Но сегодня мне хотелось бы подчеркнуть не только его музыкальный гад, автор восьми ситбольных балетов, произведений для всех инструментов. И сам, кстати, он играл на многих инструментах. Был такой случай, когда в Англии однажды оркестр, мягко говоря, саботировал его репетицию, отказываясь играть его сочинения. И один из музыкантов сказал, вы знаете, что, маэстро, эта нота не берется на Валтору. Глазунов сошел со своего пульта, взял у него инструмент, взял эту ногу, получил овацию и после этого был принят с колоссальным уважением и в дальнейшем приглашался в этот Нолбинский оркестр. Но речь не об этом. Вернемся в незабываемый 19-й год, когда Митя Шостакович стал студентом Петроградской консерватории. Кто знает Ленинград, помнит, что консерватория находится напротив Ларинского театра. Это один из центров города. А Шостакович жил, как тогда сказали бы, в общем на окраине, на Петроградской стороне. Для того, чтобы добираться из дома до консерватории, нужно было ехать на трамвай. Но два обстоятельства препятствования. Во-первых, не было денег. А во-вторых, нужно было брать трамвай приступом, поскольку трамваи ходили редко и нужно было висеть, как тогда говорили, на колбасе. Для чего требовались вниманные физические данные. Такими данными Митя Шостакович тоже не располагал. И вот он вынужден был ходить километров пять или шесть в одну сторону и столько же в другую. Время было голодное. Силы были на исходе. И, в общем, и ему, и его родителям нешуточным образом грозила голодная смерть. Вы знаете, что в Петрограде в те времена голод выкосил многих. Прежде всего, конечно, представители интеллигенции. Через некоторое время голодную смертью практически умрет поэт Александр Блок. И вот на ученом совете Петроградской консерватории обсуждались кандидатуры на получение продовольственных пайков. Была названа в числе других фамилия Андрея Шостаковича. Один из членов ученого совета сказал, что Шостакович кто это? Зачем ему давать пайку? Глазунов, будучи председателем совета, воздринься на этого профессора и сказал, «Вы не знаете, кто такой Шостакович?» А речь шла о 13-летнем начале. «Вам здесь не место». Выгнал его с ученого совета, назначил пайок Шостаковича и таким образом сохранил нам великого композитора, потому что судьба его сложилась бы, конечно, иначе. Вот сейчас мы будем слушать дивную музыку Александра Глазунова. И давайте проникнемся еще раз благодарностью и к нему, и к нашим учителям, и к памяти этого человека, который по существу сохранил нам, нам всем, для России и для всего мира, талант и гений Дмитрия Шостаковича. Прозвучат два антракта из балета Глазунова Раймонда. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрия Шостаковича 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ